В первую очередь я хочу, чтобы вы поняли, что это видео моих умозаключений, скажем так, и размышлений, потому как я хочу сразу же сказать, что я, например, не сталкивался лично с двигателем 1JZ GTE. Я, например, никогда не турбировал M50, хотя бы, естественно, хотелось бы. Но я знаю лично людей, которые турбировали M50, я знаю лично двигатели M50 с турбиной, я видел, как они ездят, я видел результаты, которые они показывают. И я видел сроки, которые они выезжают на определенной конфигурации, на определенной сборке, и какие пробеги они наматывают без поломок. И с другой стороны, ну, в роли диванного эксперта, безусловно, я тут выступаю, потому как ругать JZ я не могу, не вправе, потому как, ну, лично я с ним никогда не сталкивался, я повторюсь. И судить могу только, ну, точно так же, как и вы, например, по видео в интернете, там, по блогам определенных людей и тому подобное. Но, все-таки, мне посчастливилось быть владельцем аж двух двигателей M50 в двух разных кузовах. Первый это был M50 B20 TU в 34-м кузове, и второй это был M50 B25 TU. Тот самый-самый офигеннейший, самый крутой двигатель за всю историю, наверное, самая его крутая версия 2.5 с одним Ваносом. Шикарный двигатель, у меня просто подозрение, возможно, есть, что прошлый владелец его капиталил, может быть, ну, не знаю. Ну, в общем-то, у меня с ним ни разу в жизни за все время, сколько ездил на Ту-36, а я ей давал, уж поверьте мне, просто каждый день она получала и на кольце, и по городу катался боком, и в драги выезжал постоянно, и зимой, и летом. И постоянно эта машина видела отсечку 7400 на чипе в том числе, и этот мотор жил просто офигеть как хорошо. Судя даже по своему личному опыту, я хочу сказать, что этот двигатель реально один из топовых. И на его базе, жалею, да, можно было построить очень крутой турбомотор. Это я только сейчас уже начинаю понимать. Первое, что я хочу выразить, это снять шляпу перед GZ, безусловно, это в том, что этот движок уже с завода шел с турбиной. Это его, пожалуй, и самое главное преимущество. Для этого, безусловно, в Тойоте нужно отдать должное. У BMW в те годы такого не было. Но, каким-то образом, BMW-шники все-таки умудрились построить двигатель, который в атмосферном варианте может выдерживать тот же наддув, что выдерживает турбированный один же Z-GTE. Каким образом они это сделали, я не знаю. Ну, тогда, видимо, в 90-е делали просто все с огромным запасом прочности. В том числе, те же V8, даже M60, M62, их все равно делали с запасом прочности. В том числе, M30, в том числе, M10. В том числе, хотелось бы все-таки отсылку в прошлое BMW сделать. M10-ые моторы, блок M10 заводской, выдерживает до 1500 лошадиных сил. Да, кратковременно, да, с наддувом сумасшедшим, там, порядка 3,5-4 бар, но кратковременно он нагрузки эти выдерживает. Заводской блок двигателя 4-цилиндровый M10. Это факт. Ну, а теперь я все-таки хотел бы похвалить BMW. Похвалить BMW за что? В первую очередь за то, что двигатель построили с учетом, как я уже сказал, того, что он может держать нагрузки с наддувом. И M50 в стоке, это экспериментальным путем выведено. В том числе, кстати, и M52, и M52TU, и M54. То есть, эти моторы можно практически все воедино собрать и называть это все M50. Ну, гипотетически, да? Потому как плюс-минус двигатель один и тот же отличается только сплавом блока цилиндров. Так вот, этот движок держит на спокухе с каким-то там пробегом 300 с лишним тысяч километров. Он спокойно выдерживает 0,5-0,6 бар наддува. И при всем при этом исправный двигатель, напомню. То есть, чтобы все в нем было четенько, чтобы он не жрал масло ведрами. То есть, целый нормальный мотор. Он держит 0,5-0,6. И это уже при параллельной настройке может дать больше мощности, чем стоковый 1JZ GTE. Да, за счет того, что атмосферная степень сжатия, но тем не менее, факт есть факт. И не нужно никаких дополнительных там впрысков, метанола и тому подобное. За это уже первый плюс пользу M50. При том, что это как бы по конструкции остается он атмосферным двигателем. При его турбировании, сток стокового полностью мотора, не разбирая, грубо говоря, он может выдать 300 копеечкой лошадиных сил. А учитывая, что двигатели M50 просто завались, их полно, полно всего. То есть, любые запчасти на этот двигатель, любые блоки, дефицита нет. Ну, по крайней мере, в наших широтах, в Украине, в России в том числе. Да везде, блин, их везде полно. А JZ-ов становится все меньше и меньше. Тем более, блоков двигателя JZ, которые имеют свойство даже, ну, лопаться, откровенно говоря. Об этом, ну, читал, слышал. Лично не знаю. Кстати говоря, у двигателя M50 такой болячки нет. И болячки с головками, в том числе у M50, нет. В том числе, головки M50 прекраснейшим образом, ну, скажем так, тюнингуются под наддув, под высокие температуры выхлопа. Ставятся усиленные пружины клапанов от других двигателей. Ну, скажу наперед, под M60 ставятся двойные пружинки. И все работает блестяще. Можно собрать, просто вот взяв, заехав на разборку, набрать по списку горстку запчастей. Из этой горстки запчастей вы можете собрать, по большому счету, двигатель, который будет готов к наддуву больше одного бара. А это уже серьезная заявочка, я вам скажу. И это все просто вот из каких-то старых запчастюлек приехали, взяли и дома себе собрали. Ну, естественно, на всех новых комплектующих. Потому, ну, естественно, на моем сердце лежит, ну, понятно, что из-за того, что я БМВист, ну, как бы, раскинув все за и против, хладнокровно подойдя к вопросу к этому, я понял, что, блин, ну, БМВ реально может. И на базе БМВ можно реально построить очень серьезные вещи. Небольшая ремарка не касательно двигателей, но касательно реализации той мощности, которую выдает турбомотор М50 либо GSF. На М50 есть широкий ряд коробок. Все вы знаете, коробки с БМВ, механики, самые живучие в мире. И на М50 вы можете поставить коробку с дизельной М57, которая будет держать до, блин, не знаю, до скольки они держат. Никто еще толком не разломал ее на какой-то там сумасшедшей мощности, исправную целую коробку. Что не можно сказать про родную 154-ю механику от GZ, которые, ну, безусловно, дорабатывают. Но, блин, эта коробка уже не остается стоковой. Ее дорабатывать приходится, в нее приходится вкладывать кучу денег. Что не нужно делать в коробку от БМВ. Вы ее просто поставили и ездите. Ну, сломалась, ну, поменяли на дизельную и забыли вообще об этом всем. Потому это тоже хотелось бы отнести в жирный плюс к БМВ М50. Колокол сходится с идеальной самой лучшей коробкой. Отдельным пунктом хотел бы еще выделить момент, что двигатели М50 Turbo и GZ Turbo при бустапе требуют практически одних и тех же вложений. Но, так как в М50 живой гораздо проще собрать и гораздо проще сделать, то, естественно, чаша весов в его сторону перевешивает. Объясняю. Когда вы делаете бустап, нормальный бустап, вам в любом случае нужно переходить на спортмозг. В среднем берем цифру спортмозга, ну, 1000 долларов. То есть и в GZ вам нужно положить 1000, и в М50 вам нужно положить 1000, чтобы перевести двигатель на спортмозг. Плюс датчики дополнительные к этому спортмозгу обязательно нужны что туда, что туда. Когда вы бустапите GZ, вы упираетесь в то, что он Twin Turbo, две турбины. И в любом случае вам придется либо покупать тюнячий коллектор на Single Turbo, либо варить его самому. То же самое нам нужно делать и на М50. Либо вы покупаете коллектор, либо варите его сами. То же самое выхлоп, downpipe и, в общем, все, что связано именно с выхлопной системой. То же самое там и там. Принято. Впускной коллектор. Ну, впуска касаться не будем. В принципе, теоретически, там, без серьезных нагрузок, без серьезных доработок, впуск остается что на М50 родной, что на GZ. Родной тянет, в принципе. Ну, ставят, есть тюнячие и впускные коллектора и на GZ, и на М50 в том числе. Хотя шикарный коллектор М50B25, самый лучший коллектор для рядной шестерки, я считаю. И он все прекрасно выдерживает, несмотря на то, что он пластиковый. То есть, то же самое, все то, что касается бустапа. Замена турбины. Турбину покупать. Что на GZ, что на М50. Что на GZ вы покупаете при интеркулере повышенной производительности. Что на М50. Пайпинги. Все то же самое, по большому счету, вам приходится покупать. То же самое датчики. Blow-off, вестгейт, вакуум, управление. Все, что с этим, все вот эти вот навесы, вся навеска турбовая. Вы все это будете покупать при бустапе. Если вы ходите за рамки стокового GZ, вам все это нужно покупать. Возвращаясь к началу, единственное, по моему мнению, преимущество именно GZ в том, что он изначально уже с турбиной, изначально у него уже 280 сил. То есть, я вам хочу донести ту мысль, что, по моему мнению, М50, ну как минимум, как минимум, ничем не хуже при подходе с точки зрения постройки двигателя. С точки зрения того, что вы его турбируете, именно повышаете наддув. Но, если нам хочется дуть больше, к чему же нам нужно прийти? А прийти к нам нужно к тому, что двигатель нужно будет разобрать. Да, говорят, стоковый GZ держит там 600 сил. То есть, стоковый столб, не надо ничего не разбирать, ничего не переделывать. Вообще, в полном стоке он держит 600. Допустим, да, мы вложили вот эти вот все спортмозги, вот эти вот вся навесочка и все остальное. И типа, нам в мотор лезть не нужно. Да, есть такие случаи, что в мотор лезть не нужно. И классная настройка, реально грамотный настройщик. Все очень хорошо настроили по топливу. Кстати говоря, забыл сказать, что нужно еще и насос покупать дополнительно, что на М50, что на GZ. Форсунки нужно покупать дополнительно, что на М50, что на GZ. Реулятор давления топлива. Ну, то есть, вы поняли, да? Все одинаково, одинаковые равные вложения в навеску. Да, сток-столб держит, потому что у него степень сжатия уже под турбо, а на М50, естественно, под атмо. И естественным образом, чтобы вам надуть, по крайней мере, один бар, вам нужно либо пересобрать М50 на пониженной степени сжатия, либо хотя бы снять головку и поменять прокладку ГБЦ на металлическую, многослойную. Производство, ну, кометик, одна из самых распространенных. Тем самым, вы на сток вниз ставите сток вверх, просто подняв головку и понизив степень сжатия. И на таком, ну, можно сказать, бутерброде можно делать то же самое. То есть, сток-столб выдержит у вас те же, там, ну, 500-600 сил, один бар вы надуете, скажем так. То есть, тут, я считаю, тоже паритет. Ну, и тем более, ну, я не знаю, для любого механика замена ГБЦ, замена прокладки ГБЦ, это, ну, один день работы максимум при нормальном подходе. Потому я тоже, ну, преимущества ни туда, ни сюда записать не могу. Теперь то, что касается еще более серьезных цифр. Если владельцу одного из этих двигателей хочется надуть еще больше, хочется еще больше мощности, естественно, оба двигателя упираются в родную поршневую. Поршня плавятся. Это факт, и они требуют замены. Требуют замены на любого производителя кованых поршней. Все вы их знаете. К примеру, CP Pistons, те же самые, ну, я не буду сейчас их все перечислять, это уже отдельная тема, скажем так. Ну, что туда, что туда, поверьте мне, плюс-минус одинаково поршня. И, естественно, когда уже ставят тюнячьи поршня кованые, естественно, ставят кованые шатуны. Что на М50, что на GZ, вы плюс-минус будете ставить все то же самое. Ну, и уже на таком конфиге, на пониженной степени сжатия, на ковке, оба этих двигателя способны, ну, перевалить тысячу лошадей. И скажите вы, кто же победитель из них? Да никто, ребят. Вот на любой на вкус и цвет все фломастеры разные. И кто-то адепт Toyota, кто-то адепт BMW. Оба двигателя легендарные, оба двигателя шикарные. И в этом видео я просто хотел вам донести тот факт, что М50 абсолютно ничем не хуже, чем GZ при турбировании, при тюнинговке, при наддуве. Абсолютно ничем не хуже. И способен переварить тоже больше тысячи лошадей. И показывать такие нереальные результаты, что далеко не каждый GZ способен это все переварить. И со своими, скажем так, минусами. Ну, например, минус по ремню генератора, который постоянно слетает. У BMW таких проблем нет. Вы не будете знать вообще, что такое слетевший ремень на BMW, например. То же самое в плюс к М50 я хочу отнести то, что все-таки это цепной привод ГРМ, а не ременной. И когда вы крутите мотор очень высокие обороты, поверьте мне, цепь все-таки лучше будет и надежнее, чем ремень. И на GZ это тоже проблема. И люди тратят на это лишние деньги, на покупку всяких тюнячих, крутых, дорогих ремней ГРМ. Что на М50, например, ну, стоит сущие копейки новая цепь, вы ее поставили и забыли вообще вовсе. Что тоже плюс копилочку мотору М50. То же самое касается с системой охлаждения. Ну, говорят, там BMW рядники греются. Ну, на самом деле рядники не греются. На самом деле просто не отслуживают систему охлаждения. Исправная система охлаждения, нормальная, никогда у вас не перегреется. На стоковом радиаторе, в том числе. Опять же, касательно системы охлаждения. Радиатор повышенной производительности вам ставит что туда, что туда. Ну, в общем, я думаю, вы, в принципе, поняли мой посыл. Лично для меня, ну, естественным образом, М50 гораздо лучше, чем GZ, выше на голову. Потому как, ну, простите меня, да, я BMWист. И это моя точка зрения. Благодарю вас за просмотр моих размышлений и умозаключений. Я надеюсь, вы свои выводы сделали. Обязательно пишите их в комментарии. Обязательно пишите свои мысли в комментарии. Что вы думаете на этот счет, какой вы опыт знаете. Потому как на самом деле это все важно. И в том числе и для вас, и для меня. Век живи, век учись, как говорится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!